МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Леди за рулем у Мазеры выбрали уладальницу титула «Алта сеньорита-2018», а зараз об этом и иншим – больше подробязно. Аграры Гомельской области завершили уборку зерневых культур. Без улику кукурузы, проса и гречки собрали больше, как 615 тысяч тонн сборжа. Будокошалевские господарки отримали самый высокий валовинамолот – свыше 71 тысяча тонн. Другая позиция у Речицкого района – 65 тысяч. Добружские хлеборобы унесли у Каравай в области больше, как 52 тысячи тонн. Все лето за климатичных умов, протяглой засухой и недостатковой колькости опадков у период выстревания сборжевых больше, как 69 тысяч гектаров посева у яровых и азимых культур загинуло. Ясше больше, как 35 тысяч было пошкоджено. Это привело до невысокого показчика урожайности сборжевых. На полях региона по мере поспевания протягивается уборка проса и гречки. Большая частка районов приступила до нарыхтолки кукурузы на зерне. Активно ведется и уборка Гароднины, пройдено полово площов. Жихары региона в эту суботу смогут задать питание старшине Гомельского облаканкама. Нагадаем, телефонные линии с представниками мясовой улады проводят что-то день. 8 вересня можно будет поговорить с губернатором Владимиром Дворником. Номер телефона 33 12 37. Промая линия будет работать с 9 до 12 годин. В этот час жихары областного центра смогут напрямую звернуться до мэра Гомеля. Петр Кириченко прийме питание по номеру телефона 75 19 84. Сегодня на шарговом посаджении Гомельского облаканкама обмерковывали питание поляпшения эффективности сбору других материальных ресурсов. Зараз у городе дейничает 38 стационарных и 12 пересонных приемных пунктов. Амаль у каждой дворовой территории усталяваны специальные контейнеры для раздельного сбора сметки. Усяго их наличивается 4 тысячи. Не забываются коммунальные службы и о приватном секторе. До конца года спецкоммунтранс планует продоставить господарам дома уладанню у безвыплатное корыстание 700 контейнеров. Уже идет процесс. Порядка 250 уже контейнеров установлены. На территории города совершенствуются контейнерные площадки, в рамках которых уже размещены контейнеры. Сегодня люди положительно смотрят на этот вопрос и привыкают. Да, они за. За поугодой в Гомеле собрано около 30 с половой тысяч тонн другасных материальных ресурсов. Это на 2 тысячи тонн больше, чем аналогичный минулогодний показчик. Жахары Гомельской области мают у своем уладании каля 30 тысяч маломерных суднов. Причем некоторые катеры по своем коште и комфортности часом не заступают престижным автомобилям. Как эксплуатуется этот флот и какие порушения допускают уладальники водных транспортных сродков, доведался Олег Сентюров. Вот этот катер можно назвать, напевно, соправным раритетом. И он был выработан не в 70-х годах минулого сагодя. Теперь Жахары Гомельской области, когда и набывают судны, то больше сучасные у темнику у Европы и Америки. Правда, не новые, а те, что уже были в эксплуатации. Разностайных лодок и катеров на Гомельске не так шмат, что люди навык створяют специальные лодочные кооперативы. На причале побачь и невеликые гумовые транспортные сродки, различные на одного-двух человек, и комфортабельные катеры с радиостанциями, кондиционерами и телевизорами. До речи эксплуатация таких суднов, кашту и нетанна, за день аматеры от подчинка на воде могут расходовать до 100 литров бензина. Некоторые своим кадром навод имены подбирают. Фараон, леди, принцесса, те ангел. У инспектора у державной инспекции по маломерных суднах, неких зовах до внутренней начинки суднов, и их назву нема. Головное – выконание правил обеспеки при находлении на воде. На учете ГИМС Гомельской области состоит 28 288 маломерных судов. На одном Гомельском участке состоит на учете 10 870 маломерных судов. С начала навигационного периода на водоемах и реках Гомельской области было осуществлено 262 рейда, в результате которых было выявлено 405 нарушений. Основное порушение – отсутность в артоварной комизельке. Потребование совсем не лишнее. Только селита на водоемах Гомельской области отборолся 5 аварийных выпадков, у которых загинули 4 человека. Инспекторы, держав инспекции по маломерных суднах, кажут, что при жадании плавать на водоемах без регистрации можно, хоть умовно кажучи, во властной ванной. Головное, как на ней не было руховика, а грузоподъемность не превышала 225 килограммов. Правда, и у таким выпадку наявность в артоварной комизельке будет обовязковой. У Вогу лишь по одеющим законодавствам судны, яке однись иногда маломерных, повинны обовязково проходить техничный огляд. Ёсинная – один раз в 5 годов, за руховиком кожна 3 годы, гидроциклы прозгод. Коли технице больше 10 годов, в этой процедуре становится что годовой. При этом можно зарабить лодку самостойно, а можно скоростаться той, что вырублено на заводе. Саморобных лодок на наших водоемах не шмат, а леяны усеющие сустракаются. Самоделок не так уже много, потому что да, сейчас люди немножко как бы стали помогать и жить уже, покупают хорошее суда. Ну, встречаете самоделки. А так, что касаемо регистрации, ну, отдельно встречаются люди, которые говорят, что они не знают закона, покупают эти лодки, а потом уже попадаются к нам как нарушители, и приходится их и наказывать, и разъяснять закон. Олег Сентяров, Йорген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Сегодня у Гомеля распочались славянские литературные дожинки 2018. У гостей до литератора у Гомельщины приехали коллеги из Беларуси, России и Украины. По доброй традиции, урочистая открытие 13-го международного фестиваля свято проходила у Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина. Подробязности у сюжета Вероники Ворошилиной. Славянские литературные дожинки – одно з найбуйнейших культурных мероприемств в регионе, якое ладится областным отделением Союза письменников в Беларуси. Оно накеровано на популяризацию сучасных творов ауторов Гомельщины, а так само выявление, поддержку и развитие младых талентов. Первые початковые славянские литературные дожинки задумывались как сход письменников с мытой обмеркования творческих выников за год. С тягом часу я нынобыли международный формат и статус фестивалю свято. Что год до литературного Гомельщины приезжают коллеги из России и Украины. По доброй традиции, по час урочистого открытия мероприемства отбывается крональный церемониял запальвания так званого «агнюся броуства», який символизует непорушность и едность могутного Союза письменников и чрезачов трех наших братырских народов. Славянские литературные дожинки – это святок книги, творчести и душевной людской теплини. Ино объедновывая ауторов, які саправды шануют свою родную мову, по-майстерску володают словом и займаются письменницкой справой по заклику сердца. Фестиваль основную задачу мая – пропагандовать творы ауторов, членов Союза письменников Беларуси. Это показать себе, что мы сделали, что мы достигли, те есть яркие творы. Главное, на мой взгляд, что мы еще и слова это свое повезем у регионы. И завтра будем выступать и в Аутюках, и в Калинковичах агрокаледжи, и в Сиротсельчан, в Аграрадку Заширье. Там так само нас чекают. Мы привезем книги, подарунки с автографами и сподевемся, что наше слово им будет до спадоба. По час Международного фестиваля святославянские литературные дожинки были подведены выники областных конкурсов и отбылось ее вшановление их финалистов. Все это форум молодых литераторов и аматоров мастацкой творчести прошел в другой раз. При этом организаторы провели его сразу в четырех номинациях. Тобе пяю моя малая радима, моя перемога, так само присвященный гомельским поэтам Анатолию Грачанникову и Леониду Гаврилову. Я в этом году курировал конкурс, присвященный 100 годзю поэта-фронтовика, который загинул на начале Великой войны Леонида Гаврилова. Бектолькина, гэтый конкурс поступило 89 вершев. Пироважная большая сезих написаны на белорусской мове. Так само у рамках международных афестивалю святославянские литературные дожинки отбылась апрезентация селетних творших набытков литераторов Гомельской в области, а так само их коллег из России и Украины. Гэта як ауторские выдания, так и суместные коллективные сборники. До приклада у рамках перокладшицкого афестивалю «Бероги дружбы» селят и у першиню. У России убошел светсборник, выдаденный цалкам на белорусской мове. Раньше мы практиковали их как-то смешивать. А в этом году мы сделали именно одну книгу русскую, переводы на русский язык, белорусской поэзии, и белорусскую, переводы русской поэзии на белорусский язык. Там как представлены молодые поэты, так и их наставники, потому что у нас еще практикуется школа наставничества. То есть не просто работает молодежь, но с ними в паре работают опытные люди, они подсказывают, и они тоже делают переводы. И вы знаете, как им это интересно. Славянские литературные дожинки – масштабное культурное мероприемство, якое саправды сближаю, обедновываю и натхняю. Письменникам Гомельшина Янода и Махшимы демонстрировать свои таленты и творшие досягнение. Капчатачи могли открывать новые имены и творы своих земляков и саправды имя Гонарыца. Разом с тем замежным литератором Международный фестиваль свято так само дозволяет делиться своими напрацовками и обмерковывать перспективы будущих суместных проектов. Я завжды рады приезжать в город Гомель, встречаться со своими друзьями, которые приезжают из Украины, из Беларуси, из России, из разных уголочков. И здесь мы чувствуем себя как дома. Слава людям, которые занимаются теплым творческим делом. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадоя компания «Гомель». Сегодняшу Гомеле открыли мемориальную дожку лауреаты Державной прэмии Беларуси Анатолю Грачанникову. Падею примерковали до 80-ти годзя з дня нарожения беларускага паэта и перакладчика. У доме по улице Пушкина 2А Анатоль Грачанников жил уперед с 1964-го до 1969-го. Будучи паэт, народился 8 вересня 1938 года у вёсцы Шарпиловка Гомельского района. Скончил институт инженеров чугуночного транспорту. У друку Анатоль Грачанников дебютаваў ў 1957-м годзе. Яшчэ прас 7 гаду выдаў першы сборнік вершоў «Магістраль». У розны часы паэты-перакладчык працаваў першым сэкратором Гомельского городского комитета комсамола, галунным редактарам часопесаў «Вясёлка», «Бяроска» і «Маладосьць». Анатоль Грачанников ў чалавек, які праславіў свою малую радзиму на увесь свет. Яго творы перакладаліся на больш як 20 маў свету. Путым ліку англіскуў, французскую, польскуў, вьетнамскую. Лауреат прэмія лінінскага комсамола Беларусі і дзержавны прэмія БССР. Меморіальнае дошка адкрыта па ініціятыві гомельскага адзілення Саюза письменнікаў Беларусі. Сёня творы Анатолі Грачанникова лішыцца класікай айчынай літературы. В принципі, все нравились. Особенно афоризмы. Потребно много пережить, потребно много перебачить, как свет суровый полюбить і ўже любо не переначить. Не треба жыть як набежить. Жыть так треба, как ўсё жытью ўсіх любить людей, землю і небо. У Палаца Румянцевых і Паскевича ў адбылося ўрачыстае адкрытё персональны выставы заслуженага дзеечча мастацтва ў нашай краіны Уладзімира Пракопцова. Экспозиція «Мая Беларусь» присвечена году малой радзімы і 65-годзю аутарам. Уладзімір Пракопцов ўраджынец гомельскай зямлі вёскі Жухунская буда Добрышцкага района. Зараз ён генеральны директор Национального мастацкага музея Республіки Беларусь, член Беларускага Саюза Мастакоў і Расійськай Акадэмі Мастацтваў. Гэта сапраудны майстар жывапісу со сваім адметным філософскім бачанім свету. Уладзімір Пракопцов плённа спалучае творшую, навыкова доследшую, админістраційную і грамадскую дзеянаць. Ён аутар і куратор шматліких музейных праектаў, навыковых каталогаў, кніх і артыкулаў па выявленшым мастацтві. На выставі «Мая Беларусь» прадставлены живапісныя палотны розных часоў, аб'яднанныя адзінаў темай – любоўю да сваўгороднага краю. Сюжэта мастацкіх твараў адлюстровуюць настальгію аутара па малой радзімі. Вёсцы – дарагім сэрцу бацьковскім домі. У гэтых работах аутар нібы заклікае молаць ніколі не забываць пра свае карані, а яшэ імкнецца біражліва адлюстраваць прыгажось малявнічых кутку родной беларускай зямлі. І чым больш будзе аддуховленна наша нація – у музеях, в театрах, кіноконцертных пляцовках, в дичачах студыях, тембольже будзе аддухована наша молаць. А молаць – гэта наша будучыня. Паэтаму кожны павінін з нас, дзеб ён не нарадзіўся, любіць свою зямлі, свою радзіму і малую, і велікую. Вот той, што я раблю так сама на своўй пасадзі як директор, як мастак, як мастацацазнавца. Сёння ў Мазыры выбіралі «Ауто сеньюрыту-2018». У абласным этапі прынялі ўдзел 9 дзевчат з розных куткуў гумішны. Пераможца прадставіць ў облаць на республіканскіх спаворніствах. З ўдзельніццами пазнаёміліся нашы мазырскія калегі. Мазыранка Юлія Дубінь лічыць сабі добрым вадзіцелям. Даказаць гэта дзевчына вырышыла на абласным этапі конкурсу «Ауто сеньярыта-2018». Концэпцію дэкору жылезныха коня выбрала не выпадкова. «Ауто» назвала «Соляночка» ўгонар родныха предприємства «Мазырсоль». Безусловно, всё равно нужно соблюдать правила ПДД, потому что, есле ты их не знаеш, естественно, ты будзеш путаца на дороге. И так же ты должен чувствовать свою машину, легко маневрировать в любых нештатных ситуациях на дороге. Подтримать Юлію пришли колеги сябры і сям'я. До речі перші уроки по падженні Ёйдау Минавита Батька. Аутоконкурс складається з шести випробуванню. Самая творчая – проставить себе і свій автомобіль у оригінальній формі. Юлія Туровец з Петрикова. Акцент зробила на стыль. Оформить машину решила так, потому что муж не разрешил клеить, обклеивать её. В прошлом году я её обклеила, пришлось перекрашивать машину. В этот раз скромненько решили на стиле украсить. У творчей визитуции «Мой ласковый железный зверь» кожная удельница поспробовала вылучшиться сирот конкурсанток. Вершами, песнями, займальными оповеданиями и навод речитативом. Расскажу вам честно, он очень любит вас. И как ему приличный день слушать хозяйку. Вон, заходи ему скорее, бур, бур, бур. Креатив – гэта вядома добра, але сапраудная аутоледзі павінна володаць правилами культурных і законно послухмяных паводзінаў на дарозі. Умець іх выконваць, а яшчэ ведаць, аутамабіль да глыбіні яго жалезной душы. Тэхнічная выпробавання викторына па устройстві аутамабіля было ўнепростым. Арганізаторы абласного конкурсу ставілі некалькі метаў – займальный вольный час для працовный молодзі і стварэння новага, стануўчага іміджу жанчын-водителів. Із года в год мы праводзім конкурс для работаючай молодёжі автосиньерита, который именно направлін на ту категорию молодёжі, у которой ўже ест семья свая, работа. І наша задача – помоч им організаваць свой досуг і как-то себя реалізаваць. Этат конкурс призван для того, чтобы сломаць стереотипы о том, що дзевушка за рулём – это опаснасть, їх надо, скажам так, стороніцца. Но будучи на этом конкурсі, я вижу то, что, наверное, это такое клише, которое неправильное. Дзевушки, они гараздо аккуратні, гараздо вниматні. Паўтарыць правілы дорожного руху, адташыць навыкі набрацца пазітывных эмоцій. На конкурсі девять ауталедзі з розных кутков Гомельщаны падтсвердзіли свой аутопрофесіоналізм. Пераможццей обласного этапу стала Юлія Дубінь з города Мазыра. Міна Вітаяна будзе адстоюваць гонар нашай в області на республіканских спаборніствах. Вікторія Сініцкая, Лідія Поттер, Вячеслав Прапіснов. Телеканал Мазыр спеціальна для телерадио кампанії Гомель. Гэта і іншая новіна ви можете знайсці на нашым сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by. Далей у ефіри де-факта і спортивний агляд. Я ж за вами развітвуюся. Усяго добрага і до зустрічі у ефіри. Ефір телеканала Беларусь 4 продолжает де-факта. В студії Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Пока страна собирает урожай в закрома родины, некоторые жители нашего региона совсем не прочь пополнить свои личные амбары. В Ветковском районе сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями раскрыли кражу зерновых на одном из сельхозпредприятий района. Газель, принадлежащая этому хозяйству, была обнаружена вчера во дворе одного из нежилых домов деревни Неглюбка. Дом использовался под дачу, и хозяин наведывался сюди крайне редко. В салоне автомобиля находились около двух десятков мешков зерном пшеницы общим весом 878 килограммов и стоимостью свыше 280 рублей. Оперативники выяснили, что зерно было похищено со склада зернотока сельхозпредприятия. В совершении преступления обоснованно подозреваются двое работников этого же сельскохозяйственного предприятия. В настоящий момент похищенное зерно изъято. Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. Следователями на данный момент изучается движение товаро-материальных ценностей на предприятии и причастность задержанных к другим хищениям. За сутки сразу два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими были зарегистрированы в Светлогорском районе. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения. В первом дорожно-транспортном происшествии водитель совершает наезд настоящий автомобиль, который отбрасывает на мужчину, который стоял впереди этого автомобиля. Около половины 11 утра 63-летний водитель, управляя автомобилем Ауди 80 и двигаясь по автодороге Октябрьский-Парича-Речица, не учел дистанцию до впереди остановившегося автомобиля, который осуществлял поворот налево. В результате наезда Ауди выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Ниссан Альмера под управлением 54-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автомобиля Ауди 80, которые ехали на заднем пассажирском сидении, получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы. В конце прошлой недели мы рассказывали о ДТП на кольце улиц Кирова и Хатаевича, где Volkswagen снес дорожный знак. Водитель не остановился на месте ДТП, а проехав 100 метров, бросил машину на краю проезжей части и скрылся. Сотрудники ГАИ вместе с криминалистами Государственного комитета судебных экспертиз нашли виновника дорожной аварии. Им оказался гомельчанин, владелец автомобиля. У хозяина авто не было прав управления транспортным средством. Также на него наложено административное взыскание в виде штрафа за совершение и оставление места ДТП. Следователи просят о помощи в поиске живодера из Мозыря. Расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными продолжается. Как уже сообщалось, мужчина разместил в интернете видеозапись, на которой он причиняет увечья котам. Следственный комитет просит граждан, которые знают о местонахождении обвиняемого, обратиться в Мозырьский РОСК лично или по номерам телефонов, которые вы сейчас видите на своих экранах. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра пятью поединками стартует юбилейный 30-й чемпионат Беларуси по мини-футболу. Гомельчане смогут воочию увидеть самое интересное и принципиальное противостояние первого игрового дня. На паркете спорткомплекса «Локомотив» сойдутся две гомельские команды «БЧ» и «ВРЗ». Номинальные хозяева – железнодорожники. Игра начнется в 13.00. Также 8 сентября свой поединок проведет еще одна команда нашего региона – ЦКК. Светлогорским футболистам предстоит выездной поединок против столичного «Динамо» БНТУ. Женская мини-футбольная сборная Беларуси в столбцах начала подготовку к основному раунду отборочного турнира чемпионата Европы, матчи которого пройдут в украинских Черкассах с 12 по 15 сентября. Соперниками белорусских девчат станут команды Казахстана, Украины и Венгрии. Путевку в финальную часть континентального чемпионата, которая состоится в феврале будущего года, получит только победитель турнира. Пока под началом Сергея Треско и Владимира Игнатика работают 10 футболисток. Вскоре к ним добавятся еще 4 игрока. Сегодня новополодский «Нафтан» и «Лида» открыли игровую программу 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Оставшиеся поединки пройдут завтра. Мозырская славя на выезде играет со слонимом. В случае победы мазыряне сместятся второй строки турнирной таблицы «Бобруйскую белшину», которая ближайший игровой уикенд пропускает. Гомельский локомотив в 21-м туре играет со сморгонью на выезде. В копилке команд сейчас равное количество очков. Светлогорский «Химик» отправится в гости к Пинской волне, а Житковичский «ЮАЗ» на домашнем газоне встретится с барановичами. Гомельские спортсмены стали победителями областных Олимпийских дней молодежи по академической гребле. Состязания проходили на грибном канале в Якубовке в Гомеле. На втором месте общего зачета разместилась команда «Мозыря». Замкнули тройку сильнейших грибцы из Светлогорска. Жлобенчане на четвертом месте. По итогам областных соревнований сформирована команда для участия в республиканских Олимпийских днях молодежи. Награды этих состязаний разыграют с 13 по 15 сентября на грибном канале в Заславле под Минском. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok